Бизнес-инкубатор IT-парка Лания вновь стал центром развития интернет-технологий. Сегодня здесь прошел Demo Day в рамках конкурса стартапов DoIT. Основные задачи форума – поиск перспективных проектов и помощь в финансировании. Регистрация участников шла две недели. Сегодня эксперты дали проектам предварительную оценку. А уже в октябре в республику приедут представители специальных фондов для проведения мастер-классов. Одним из призов конкурса будет участие в акселерационной программе от данных фондов. А акселерационная программа – это плотный процесс обучения, в результате которого проекты выходят на рынок. Проекты молодые, не хватает им знаний рынка, экономических компетенций, предпринимательских. В любом случае нужно заниматься, нужно изучать бизнес-процессы и изучать рынок. По результатам этой работы можно будет говорить о следующей версии продукта, которая будет более продуманной и иметь большой принцем. Отбор лучших IT-проектов проходит в рамках четвертого Всероссийского фестиваля наук. Одной из отличительных особенностей форума DoIT стало отсутствие возрастных рамок. В конкурсе участвуют как опытные специалисты с высшим образованием, так и студенты и даже школьники. Один из них, Виктор Залкин, представил проект для людей, желающих освоить игру на пианино. По замыслу специальная лента со светодиодами крепится на крышку музыкального инструмента, а через приложение на телефоне подаются обучающие команды. Приложение будет использовать закодированные мелодии, классические композиции и переводить их в последовательность и продолжительность загорания светодиодов. Множество детей имеют какие-то идеи, но не знаю, как их показать обществу. И вот такие фестивали помогают очень сильно им, привлекают их к науке. 9 октября в рамках конкурса DoIT откроется школа стартапера. Для всех желающих пройдут специальные семинары и мастер-классы. Финал конкурса запланирован на 10 октября. В этот день пройдет защита проектов и объявление победителей.